Всем привет! Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с прибором измерения скорости воздуха, ну либо ветра, а также его температуры и окружающей среды. Называется этот прибор анимометр. Перед вами представлена фирма BT-метр. Хотя данный анимометр я видел и у других фирм, поэтому китайцы не блещут своим разнообразием. И, соответственно, берут, копируют свои же фирмы, а возможно и завод один. Только единственно на выходе ставят ту или иную метку, в зависимости от того, какой производитель хочет у себя в ассортименте иметь данный тип прибора. Пришло это все достаточно быстро, в течение 7 дней, с Российской Федерации. Бралось это на Алиэкспресс. И дошло это при помощи доставщика, который не почта России. Поэтому упаковочка у нас выглядит как из магазина. Нетронутая, покоцанная, несмятая, ну и тому подобное. Давайте смотреть, что нам пришло, что из себя и представляет этот анимометр, что находится внутри, ну и так далее. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, пришло это все вот в такой упаковке, как мы видим. Ну, здесь представлены основные параметры, для каких стран и так далее это используется. С этой стороны тоже самое продублировано. Здесь есть возможность, кстати, поставки различных вариантов данного типа прибора. То есть в одном корпусе могут поставляться различные. У меня самый простой вариант – BT-100. Есть подключаемый к компьютеру для сброса данных, замеров и работы с соответствующим приложением на компьютере. Есть блютузная версия, тоже самое осуществляет при помощи показаний еще на смартфоне и так далее. Ну, здесь тоже самое. И вот, кстати, вот здесь представлены характеристики. Даже QR-код с приложением, которое можно скачать, но простой версии, они взаимодействовать не будут. То есть вот здесь вот галочки показаны, для каких вариантов приборов предназначены. Вот у нас идет второй столбец. Ну, и в данном случае идет измерение от 0,3 до 30 метров в секунду. Температура может мерить от минус 10 до 45 градусов. Дальше объемный не меряет. Есть некоторые, которые меряют и влажность. Даже точку росы меряют и так далее. В высоте меряют давление. Погрешность при измерении скорости ветра составляет 5% плюс-минус. Ну, это достаточно большой процент. Это прибор бытовой, не эталонный. Поэтому, соответственно, нужно все это понимать. Температура плюс-минус 2 градуса, тоже не эталонный. Ну, и диапазон шкала 1 метра в секунду и от 0,2 градуса меряет. Хотя, если плюс-минус 2 градуса, ну, как говорится... Ну, хотя, если у вас показывает 2,2, это может быть и 4,2, да? А может быть и 0,2, да? Ну, как-то так. Поэтому понимайте, что это за прибор. Есть подсветочка, есть отключение ручное. Показывает максимальную, среднюю и текущую значения. Есть различные градации. Это по скорости ветра, там меряют в километрах, часах, футах и так далее. Также меряет как градусы, так и фаренгейты. Но измеряет текущее время без применения. А вот, кстати, с телефоном связь имеет. И также связь имеет через контакт с PC, через USB. Вот первый приборчик. А это только с телефоном оказывается. Ну, соответственно, приложение есть как для телефона, так и для компьютера. Чтобы те показания, которые вы получили, соответственно, провести какие-то действия, корректировки, анализ, ну и тому подобное. И давайте вскрывать, что у нас здесь находится. А находится у нас, во-первых, чехол, в котором что-то есть. И есть даже инструкция по эксплуатации. И давайте посмотрим, что у нас здесь представлено. Ну, инструкция у нас на английском языке. Ух ты, даже есть японский язык. И есть немецкий язык. И все. То есть на английском, немецком и японском. Соответственно, в эти страны и поставляется данный прибор. Вот такая вот инструкция. Для чего нужен этот приборчик? Измерять скорость ветра, температуру. Например, если вы что-то устроите, либо запускает квадрокоптер, например. Ну, либо если у вас есть система вентиляции, только не естественная, а приточно-вытяжная при помощи дутевых механизмов. Тогда вы можете использовать этот прибор. Ну, тоже как в виде бытового прибора. Это не эталонный прибор. Потому что при естественной вентиляции скорости очень низкие. А именно у решетки вентиляционные это где-то от 0 до 0,5 метров в секунду. А диапазон измерения его начинается от 0,3 метров в секунду, если помните. Вот. В вертикальном канале где-то от 0,5 до метра. В сборном канале наверху, в горизонтальном, около метра. Ну, и на выходе уже на крышу. Там от метра до полутора. На крыше вы можете замерить, но при определенных условиях. То есть, надо знать, когда у вас система естественной вентиляции работает в режиме нормативов. Ну, по крайней мере, надо знать, один из элементов, что систему вентиляции естественную нужно мерить, когда у вас минимальная разность температур составляет 15 градусов Цельсия. Если у вас в квартире 20, снаружи 5 градусов, вы имеете право измерять. Ну, либо ниже 5. У нас система вентиляции, естественно, работает по нормативам при плюс 5 градусов Цельсия. Ну, соответственно, если снаружи 20, внутри 20, у вас вентиляция работать не будет. Вот, что из себя представляет приборчик. Вот такого он плана. Здесь хорошо есть, ну, здесь пластик, или силикон. Дальше кнопочки основные. Ну, сейчас нету. Дальше с обратной стороны. И ввиду того, что прибор универсальный, имеется в виду корпус. Вот здесь должен быть USB. Вот именно из вариантов данного прибора. Ну, а здесь просто заглушка такая. И здесь есть направление, с какой стороны должен дуть ветер. И, соответственно, измерять. Ну, это логично. Дисплей здесь. Воздух движения совершается в сторону движения дисплея. Есть у нас отвертка, есть у нас вкладываются батарейки типа 3А. И здесь вот есть установка. То есть, 2 батарейки нужно установить. Положил продавец отверточку, что спасибо за это ему. Так, и здесь мы видим стандартную установку батареек. Отличное решение. То, что здесь, как видим, есть гнезда металлические для винтов, а не обычные саморезы, которые входят внутрь пластика. Потому что откручивая-закручивая, вы, соответственно, со временем нарушаете установку этих винтов. То есть, гнезда изнашиваются. В этом случае у вас металлическое, то есть, гнездо не будет изнашиваться. Здесь у вас ремешок кистевой. Здесь стандартная резьба 1,4 дюйма. То есть, так называемая фоторезьба. Вот такого плана. Держать на кисти. Если что, чтобы у вас ничего не упало. Либо вариант, в случае, когда у вас объект исследования находится где-то далеко. Вот я здесь специально продемонстрирую монопод. Ну и то, что резьба совпадает. Вот, пожалуйста. Вы можете при помощи этого монопода удлинять и осуществлять соответствующие замеры делать. Так, ну пока открутим. Давайте посмотрим, как функционирует. Включаем. Ну вот, видим мы здесь температуру. Дальше можно километры в час, помимо метра в секунду. Дальше можно футфиты в минуту. Дальше еще один и мильчас. Различные единицы. Но мы пока оставим метр в секунду. Дальше максимальное, минимальное и текущее значение может измерять. Дальше подсветка есть. Дальше меряем температуру, как в фаренгейтах, так и в градусах. И среднее значение еще определяет. Ну вот, чуть подули. Вот у нас скорость. Вот у нас здесь температура показывает. Ну вот такие значения. Вот такой вот у нас приборчик, а не эмометр. Причем тут движение даже совершается при движении. Но еще раз повторяю. Диапазон изменения от 0,3 метров в секунду до 30 метров в секунду. Ну и соответствующие переводы, другие единицы измерения. Итак, вот, что из себя представляет приборчик. Так, вот я еще раз подумал. Произошли какие-то замеры. Да, ну и тут такая же ситуация. То есть, если у вас 30 метров в секунду показывает, это значит, что может быть и 28,9, и 31,5. Раз 5% подрешность. Черт повторяю, это не эталонный прибор, а бытовой прибор. Там плюс-минус лапоть. Соответственно, данный прибор не зарегистрирован как средство измерений в Российской Федерации, не имеют поверку. Поэтому только для бытового использования данный прибор предназначен. Так, вот такой приборчик. Несмотря на то, что написано про анимометр, ну это, как вы понимаете, маркетинговый шаг. Итак, я вам продемонстрировал анимометр БТ-Метер БТ-100. Предназначен для бытового использования при замерах скорости воздуха, либо ветра в различных системах, как приточной вентиляции, так и окружающей среды при запуске тех или иных устройств, там, самолетов, квадрокоптеров, ну и тому подобное. Достаточно простое устройство. Замеряет определенные значения, показывает среднее, максимальное и минимальное значения. И есть подсветочка. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!